5 июля 1829 года юный крепостной Павел Попов нашел алмаз, передал его барину, за это получил вольную. А что бы вы сделали с ценной находкой? Ну смотря что, если карту, допустим, я находила, относилась в Сбербанк, а еще ценней, кроме карты, не находила ничего. Ну хотелось бы, конечно, отдать, кто оставил, потерял, обронил. Как мне найти того человека, который потерял, так-то, по идее, а выкидывать их, это тоже не вариант. В любом случае попыталась бы найти хозяина. То есть себе бы не оставили? Нет. Говорят, не к счастью это приносит, находить такие вещи. Не знаю, или бы отдал кому-то благотел, или бы для себя оставил. Другого варианта не вижу. Ну, не знаю, беру находок бы отдал. А вы? Да, Жаня. А себе? А зачем? Чужое добро, как бабушки говорят, добра не приносит. Место, где был найден первый в России алмаз, называется «Алмазный ключик» и находится в первом километре от поселка Промысла, горнозаводского района Пермского края. Позднее появился памятный камень с табличкой. Здесь, 5 июля 1829 года, Павлом Поповым был найден первый российский алмаз.